В тот момент, когда девушка Лиза бросила напряженный взгляд в окно кухни на припаркованный со стороны заднего дворика черный внедорожник, ее всецело охватили три странных и неожиданно возникших ощущения, пока она словно бы сквозь призму полудремы пыталась понять происходящее. Первым было дошедшее до ее слуха откуда-то издалека странное, довольно шумное бормотание. Это было кваканье множества лягушек, которые как будто бы где-то поодаль оживленно и бурно обсуждали пронесшуюся над лесными болотами новость. И девочка еще раз молниеносно подумала о том, что проехать понад этой болотной топью вдоль трясины мог только человек, очень хорошо знавший топографию этой местности. Другой непонятной ей парастезией стало ощущение легкого холода, какой бывает от потока воздуха, отдающего приблизительно так, как бывает, когда в непосредственной близости кто-то проходит рядом. Причем он был ощутим где-то над головой, что могло означать, что если такой пронесшийся мимо силуэт присутствует, то он должен быть очень высоким. На мгновение девочку до мурашек охватило чувство того, что в кухне она находилась не одна, и что кто-то словно бы бесшумно и незримо прошел мимо нее. Когда она, сжав в похолодевшем кулаке керамическую вазу, выступила в коридор, предвкушая встречу с фантомным хозяином дома, пытавшимся ранее убедить ее в том, что сама она хозяйка этого, словно бы застывшего во времени таинственного и загадочного дома. Третьим же, дошедшим до слуха девушки Лизы, очень странным и пронизывающим насквозь отзвуком, а она уже и не пыталась понять, был ли он настоящим или тоже фантомным. Был слышимый где-то поодаль из чащи леса детский смех, более походивший на так называемый криповый, услышав который в ночной час, да еще и один на один с глухим, одичавшим лесом, можно было бы запросто получить удар. Почти точно такой же смех девушка уже слышала, когда в чаще леса ей привиделся маленький ребенок, гуляющий между деревьев под дождем и представившийся ей как Лизик. Девушке понадобилось собрать всю свою волю в кулак для того, чтобы заставить себя отвлечься от всех этих таинственных ощущений и звуков и сосредоточиться на том, кто вошел сейчас в дом. Но как она не старалась держаться молодцом, она все же вздрогнула, увидев на входе красивого мужчину средних лет, который не снимая обуви, на мгновение присел на одно колено, что-то поправляя на ней. Заметив плывущую, как по воздуху, хрупкую деву с распущенными по плечам волосами, да еще и в белом полупрозрачном ночном саванне, точно привидение, он, казалось, от неожиданности тоже едва заметно дернулся, окинув ее взором. Но словесно поначалу он никак не отреагировал, продолжая совершенно спокойно поправлять шнуровку своей походной обуви. Увидев, однако, в руке девушки керамическую вазу и вполне поняв, что предмет, скорее всего, предназначен для его головы, он, едва заметно усмехнувшись, подумал пару секунд и хладнокровно проговорил. Очень эпично, Лизонька. Если бы не нехватка времени, то хоть бери кисть, да картину пиши с тебя. Полотно под названием «Белая богиня в гневе». Девушка Лиза остановилась в нескольких шагах от индейца и тоже, взаимно окинув его испепеляющим взглядом своих голубых глаз, на мгновение сжала губы, точно бы опять собираясь с духом. И вдруг выпалило ему. «Ты снова пришел доказывать мне, что я твоя жена?» «Имей в виду, твои кольца выброшены в камин. Я знаю, что ты не тот, за кого себя выдаешь. Не пытайся доказывать мне, что я замужем. Если ты подойдешь хоть на шаг, я...» Лиза не смогла договорить, но ее рука с зажатой в ней узкой вазочкой стала непроизвольно подниматься вверх. Лизонька неожиданно абсолютно невозмутимо послышалась со стороны входной двери. «Если бы ты знала, девочка моя, как ты мне надоела с этим твоим замужеством. Честно, просто достала уже, малыш». Девушка Лиза дернулась на месте, автоматически подпрыгнув от неожиданности и мгновенно отбросив в сторону вазу, которая, стукнувшись о стену, разлетелась на мелкие осколки и сдав при этом характерный звон. Она буквально на лету с разгона запрыгнула на индейца, осознав вдруг, что это был настоящий, теплый и родной Микаэл с одиноким, но не одичавшим сердцем. Лиза прижалась к нему так сильно, что тот пошатнулся на месте. И какой-то резко отброшенный к стене сверток вместе с ключами от черной гибридной Тойоты чуть ли не фейерверком вылетел из его рук. «Тихо, тихо, тихо, малыш!» – улыбнувшись, скомандовал индейец Микаэл, впрочем, тоже поприветствовав девочку горячим объятием. Затем подобрал сверток, который он зачем-то тут же вручил девушке в руки, и, опустив ключи машины к себе в карман брюк, с несколько шутливой иронией добавил. «Ты так горячо не радуйся, Лизонька, а то твоя обреданная охрана не оценит шутку». Девочка остолбенела. Она уже чуть было не задала вопрос, какая охрана, когда вдруг археолог, едва заметно проведя по ее волосам, уже более серьезно и не теряя времени, скомандовал, указав ей на сверток. «Немедленно иди переоденься, отсюда надо уходить. Теота передала тебе там все, что необходимо в данный момент. У нас времени в обрез. Все расспросы пока отставить. Разговоры потом, девочка. Быстро проехать здесь в темноте по над болотами будет очень трудно, так что следует поторопиться». Первое, что сделал мужчина, несколько с трудом оторвав от себя девушку, и пока-то сразу за этим ничего не понимая, рассматривала содержимое свертка. Это направился в сторону небольшого домашнего офиса. Девочка последовала за ним вместе с пакетом в руках, остановившись в проеме двери. Лишь на пару минут археолог снова включил экран компьютера. Удивившись тому, что он знает, каким кодом можно войти в систему, девушка Лиза пристально и без лишних вопросов наблюдала за действиями мужчины, остановившись в дверном проеме офиса. Прежде чем тот выключил компьютер, она успела бросить взгляд на его еще не потухший экран, и ее взору предстала весьма странная надпись. Возможная смена зеркальных вероятностей. Ночная гостья заколдованного леса сдвинула брови. Задумавшись на мгновение, она не знала, заметил ли эту подробность сам индеец Микаэл, но почему-то не стала спрашивать его об этом. Сделав в глубоком раздумье шаг назад и отступив к выходу в коридор, она словно бы почувствовала, что уперлась спиной во что-то плотное, стоящее прямо позади нее, и заставившее ее едва заметно вздрогнуть. Но автоматически оглянувшись, визуально она все же ничего не смогла узреть, и ей осталось только уже в который раз, не понимающий, пожать плечами. Уже через пару секунд жесткий диск в системном блоке с шумом выехал из-под стола и превратился в гармошку под сильной ногой одинокого волка, отдавая при этом характерным пластиковым трескам и хрустам. Роутер также был буквально стерт крошку, провода вырваны с остатками розетки и потянувшимися за выдернутой проводкой кусками штукатурки стены, которую до этого уже подпортила сама Лиза, отключая компьютер. Вслед за этим рукой вернувшегося в коридор мужчины был отключен щит подачи электроэнергии, и на мгновение дом погрузился почти в беспросветный мрак. Сейчас ночная странница совершенно точно поняла, что такое кажущееся в наш век банальным устройство, как компьютер, на самом деле было оставлено здесь для того, чтобы мониторить и сканировать обстановку в доме. После запрограммированного начала эксперимента. Вырванная с корнем компьютерная установка без сомнения означала, что в планы археолога не входила прямая трансляция показательных выступлений театрального представления внутри домика. Побледнев и похолодев одновременно, она с ужасом виновата выдавила из себя. Михаил Александрович, пока работал компьютер, я уже несколько раз упомянула о нем. О нем печально повторил археолог, прекрасно понимая, что речь идет о его загадочном сыне. Они уже давно догадываются. Иногда мне кажется, Лизонька, что отчасти он сам провоцирует встречу с ними. Я так полагаю, что он хочет завести профессора на руины базы, на которой известная ему жизнь перестала существовать. И началась другая, чуждая ему, не его жизнь. Так что, думаю, нет смысла хлистать саму себя. Они уже давно не просто так имели намерение вернуться сюда. Попавшие им в руки данные с некоторых пор давали им основания предполагать, что кто-то из детей, принявших участие в том чудовищном эксперименте, все-таки выжил. Скорее всего, когда-нибудь это должно было произойти. Девушка задумчиво прижала к своей груди пакет с одеждой. «Это опасно, Микаэл?» С какой-то дрожью в голосе спросила она, впрочем, уже догадываясь о том, каков будет ответ. В то время как индеец только сжал губы, напряженно промолчав. И это молчание само по себе было более чем красноречивым ответом. «Микаэл», — снова тихо обратилась дева, «Как ты думаешь, почему меня преследует образ женившегося на мне индейца?» «И наши якобы общие дочки?» Мужчина медленно обернулся из глубины коридора на свою собеседницу. И, не распространяясь особо на эту тему, прошел мимо нее, остановился на входе в зал. Казалось, его внимание привлекло то же самое, что лишь недавно привлекло внимание и самой девушки Лизы. Меняющаяся консистенция некоторых предметов в доме. Подобно Лизе, археолог приблизился к небольшому декоративному столику перед камином и едва заметно коснулся лепестков роз, молча растерев субстанцию между пальцев правой руки. Не дождавшись от мужчины реакции на вышесказанные слова, девушка Лиза тем временем в попытке хотя бы отдаленно понять происходящее снова спросила. «Микаэл, фантом явился мне три раза. Трижды, понимаешь?» Она строго и задумчиво посмотрела на обернувшегося на нее археолога и вдруг добавила далеко не лишенную смысла фразу. «Знаешь, люди говорят, первый раз – случайность, второй – совпадение, а третий – закономерность. Как ты думаешь, почему я так настойчиво вижу твой образ, Михаил Александрович?» Не глядя на свою совсем молодую собеседницу, археолог коснулся еще одной розы и вдруг несколько туманно и витиевато осторожно намекнул. «Малыш, физических закономерностей в не совсем физическом мире не бывает. Видишь ли, Лизонька, территория этого дома – это, по сути, так называемое место силы. Здесь собраны мощнейшие энергетические потоки, которые при правильной конфигурации можно использовать как зеркальный экран для перевода импульсов мозга в визуализированный голографический диапазон. Некоторые из работающих там, внизу, на секретной базе ученых заняты именно этой проблемой – визуализацией сознания человека, визуализацией его мыслей или, напротив, попыткой перенесения в его сознание искусственно созданной реальности, которая практически полностью заменит его действительность. Им нужен код, способный раскрыть секрет правильного управления этими энергиями. И им нужен мозг, способный раскодировать или разблокировать доступ к этой информации. Так что здесь возможно увидеть то, о чем человек долго, старательно и весьма эмоционально думает, подпитывая воображаемые образы энергии своих мыслей. Девушка Лиза вспыхнула огнем так, что от ее щек можно было бы разжечь дрова для камина. И она недоуменно и растерянно спросила, «Ты хочешь сказать, Михаил Александрович, что это я сама мечтала стать твоей женой? Мечтала о том, что у нас будет дом? Мечтала о том, что мы будем жить в любви и в достатке? И даже о том, что у нас с тобой родится ребенок?» И мои мысли стали отражаться на зазеркальном экране. Неожиданно, однако, девушка резко осеклась, не договорив свою мысль и покраснев еще больше, внутренне негодуя на саму себя. Она ведь знала, что еще в первый вечер, когда индейец Микаэл Алехандро отвез ее домой из старого города под древним Акрополем, она уже тогда, на самом деле, представила себя супругой этого человека. И даже вообразила то, как могла бы повернуться их совместная жизнь в кавычках в дальнейшем, примерив на себя роль матери его возможных детей. Делать вид, что это было не так, у девушки не получалось. Впрочем, индейец Микаэл и без нее все уже давно понимал. Стоит заметить при всем том, что мужчина, тем не менее, как-то очень аккуратно сделал показавшейся девушке Лизе странным в данной ситуации жест. Он буквально на долю секунды и едва заметно приставил палец губам, словно бы давал ей знать, что не стоит об этом говорить. И точно бы он переживал за то, что их может услышать кто-то еще. Или что кого-то еще сей разговор мог бы ненароком задеть. Если бы в доме помимо них двоих был бы кто-то еще, то тогда девушка Лиза могла бы объяснить себе этот жест индейца. Но ей казалось, что кроме загадочного черного ворона, который периодически садился на плечо индейца, скрывать эту беседу было неоткаво. И смысл этого действия остался неясным для ночной гостьи заколдованного леса. Едва она об этом подумала, ей вдруг показался несколько странный, приглушенный шум и скрежет, какой бывает, например, когда с места сдвигается мебель. И мимо фигурки девы на мгновение снова пронесся поток скользящего воздуха. Затем скрипнул пол, а за половицей и входная дверь, которая через долю секунды открылась и тут же закрылась, будто бы сама собой. Девушка Лиза остолбенела, выступив на пару шагов вперед и осматриваясь кругом себя. Ей снова подумалось о том, что если бы в доме был кто-то еще, кроме мужчины и девушки, то можно было бы предположить, что этот некто третий вышел из элементарной воспитанности и вежливости, не считая для себя допустимым слушать личную беседу между двоими. Но девочка никого визуально не наблюдала, и данная картина показалась ей более чем странной. Впрочем, она довольно быстро сбросила с себя оцепенение и пришла в прежнее состояние равновесия. «Ты слышал это, Михаил Александрович?» Обратилась она к археологу. «Такое чувство, будто бы кто-то вышел из дома». «Да, он у меня воспитанный мальчик». «Тихо, почти про себя», сказал индейец Михаил, но уже продвигаясь к панорамным окнам зала и все так же внимательно присматриваясь к их постепенно меняющемуся облику. И поэтому с расстояния комнат его слов, остолбеневшая в очередной раз девочка, которая положила руку себе на грудь, как было видно, уже не расслышала. Тем не менее, бросая осторожный и ненавязчивый взор в сторону ходившего по комнатам индейца Микаэла, девушка Лиза не могла не отметить для себя одну загадочную странность в его поведении. Пару раз он останавливался то у большого панорамного окна в зале, то в дверном проеме комнат, и долго и задумчиво смотрел в одну точку, словно бы следил за чьими-то движениями, причем наблюдал он их достаточно осмысленно, целенаправленно и сосредоточенно. Ночная гостья этого таинственного дома чувствовала себя так, будто бы одинокий волк каким-то необъяснимым и пока недоступным ей образом видит перед собой кого-то очень конкретного, а она нет. И у девочки создалось четкое ощущение того, что археолог из Эквадора словно бы с кем-то незримо общается, переговариваясь о чем-то своем. И это еще больше поразило и без того озадаченную бесчисленными тайнами и загадками этого призрачного дома светловолосую красавицу из далекой северной земли. Торопись, Лизонька, снова строго напомнил археолог и бросив ненавязчивый беглый взгляд на вид девы в белом саванне. Напомнил ей, нам нужно выехать отсюда до рассвета. Беги, переодевайся. Я жду тебя здесь. Выбраться отсюда не так просто, так что у нас еще есть время в пути поговорить. Никому из нас нельзя находиться здесь долго. Девушка Лиза безошибочно отметила для себя, что одинокий волк был предельно сдержан и собран. Объяснение деталей и подробностей, лирические отступления и даже просто шутки отошли в сторону. Это означало, что по какой-то причине археолог должен был сохранять бдительность и действовать не мешкая, ни на миг. В тот момент она не совсем поняла, почему одинокий волк говорит так, будто бы в доме есть кто-то, кроме них. И о чем-то задумалась, Наска раскидываясь себя за дверью спальной комнаты свою ночную, чтобы надеть одежду, переданную матерью Кэррона. Вопросы о том, где именно находится сейчас его загадочный сын, что произошло с русским поисковиком и как сам индеец Микаэл нашел девушку Лизу, пришлось отложить, что называется, до лучших времен. Уже всего через несколько минут археолог и его светловолосая спутница в спешке покинули поросший густой травой таинственный призрачный дом. Осторожно и внимательно осматриваясь по сторонам, вышли во двор позади строения и, переступив через протянувшейся скользкой резиновой змеей шланг для полива дворового сада, очутились перед черным внедорожником. Гибридная Тойота почти сливалась с ночной мглой, лишь изредка поблескивая в свете луны своими грациозными обтекаемыми полированными изгибами. Археолог еще на расстоянии автоматически разблокировал двери своей машины, по пути к которой сама девушка Лиза более не задавала никаких вопросов, лишь только сосредоточенно прислушиваясь к отдаленному кваканью со стороны лесных болот до кубуком ночной совы. О близости болот также говорила местами несколько зыбкая почва под ногами, если только она тоже с приближением рассвета не меняла свою консистенцию и не становилась фантомно-зазеркальной. Периодически девушке снова мерещился слышимый из чащи леса отдаленный детский смех. Хотя она не исключала и того, что эта звуковая галлюцинация могла быть лишь только бредом ее, наверное, уже слегка помутнившегося рассудка. За окном тем временем привычная ночная картина стала сменяться. Вокруг таинственного дома все стало приобретать совершенно призрачные очертания. Вообще, в этих энигматических пределах одна реальность под влиянием каких-то необъяснимых факторов словно бы накладывалась на другую, создавая диковинные картинки, подобно цветным элементам в освещенной полости за зеркалами калейдоскопа, отражающимся в форме постоянно меняющихся симметричных узоров. В общем же, чем более дымным и призрачным становились контуры домика в тумане, тем более ощутимо нагнетающей представлялась атмосфера вокруг него. Девушка уже отдаленно что-то слышала о том, что при перемещении из одной сферы или по-другому из одной окружающей среды в другую плоскость свет может вести себя довольно непривычно в зависимости от физических свойств самой среды, и в этом случае трансформируется как длина световой волны, так и все более уменьшающаяся частота ввиду изменения параметров скорости течения времени. Свет при обычных условиях, соответствующий видимому спектру, в данном случае мог бы даже перейти в так называемый диапазон радиоволн. В этом формате спектра по меньшей мере некоторые предметы могут представляться прозрачными, туманными и нечеткими, как некая фантасмагория, потому что здесь уже начинает действовать совершенно иная, незнакомая обывателю физика. Однако, при таких условиях звуковой диапазон может перестроиться и видоизмениться в инфразвук, что способно вызвать у находящихся в зоне его действия сильнейшие головные боли, а возможно и те самые звуковые иллюзии наподобие этого крипового детского плача. Оба, как археолог по прозвищу Одинокий Волк, так и девушка Лиза, за которой он прибыл среди ночи в этот заколдованный лес, четко понимали, что им необходимо как можно быстрее покинуть эту аномальную зону. Покинуть немедленно и прямо сейчас, пока они еще остаются в здравом рассудке. Тойота Гибрид продвигалась к выходу за пределы заколдованного леса довольно медленно, огибая болотистые топи, отдающие кваканьем лягушек. Девушка даже не спрашивала, как одинокий Волк собирается выбраться из этого заросшего одичавшего царства сквозь почти беспросветную тьму по надзывкими болотами и по ухабистому лесному бездорожью, непроходимое чаще заповедного леса, стоявшего на месте древней сакральной территории, представляла из себя абсолютно труднодоступный регион. Не спрашивала, во-первых, чтобы его не отвлекать, а во-вторых, потому что думать об этом у ее воспаленного мозга уже не было сил, пока в ее сознании все было слишком запутанно и непонятно. Сколько времени девушка пребывала так в безмолвном раздумии, она даже не ощущала. Если вообще в так называемых местах силы, можно было бы правильно судить о течении времени. В какой-то момент, однако, девочка, поправляя свой ремень безопасности, каким-то боковым подсознательным зрением со спины заметила вдруг некое поднимающееся над кронами деревьев бело-красное полотно, как будто бы мгновенно озарившее пространство вокруг. Предположить, что это рассвет осветил лес, было не совсем уместно. Таковое растилается над пространством постепенно, а тем более лес еще долго поглощается бы лучи солнечного света. Ничего не понимая, девочка бросила напряженный взгляд в зеркало заднего обзора. Но там было видно лишь неясное ослепляющее сияние. Девушка Лиза резко обернулась назад. Каков же при этом был ее шок, когда на месте только что стоявшего позади них загадочного призрачного домика, точно бы сотканного из тумана, она увидела зарево огня и старинную конструкцию, охваченную пламенем бело-красного пожара. Словно бы эта точка аномальной зоны во всему периметру вокруг была молниеносна и как-то очень спланированно и точечно выжжена направленным энергетическим лучом. Опешив от шока, девушка обернулась на индейца, обдав того недоумевающим взглядом, и тут же поразилась еще раз, когда увидела, что тот, бросив назад лишь беглый и едва заметный взор, точно бы он уже знал, что так должно было произойти, совершенно спокойно поправил какие-то бумаги в бардачке и, едва усмехнувшись, хладнокровно бросил девушке. Ни о чем не беспокойся, Лизонька, там знают, что делают. Нам бы бесшумно вот этих еще обогнуть, и мы выберемся ко входу в потайной каменный лабиринт и уже проскочим через подземный тоннель. С этими словами индейец Микаэл указал куда-то очень далеко на противоположную сторону, где-то там подаль, примерно на четвертом ярусе лесного серпантина, а предваряющий заколдованный лес, каменный лес, поднимался вверх бескрайними ярусами смешанных хвойных и оливковых рощ. Так вот там напротив Лиза заметила караван из нескольких внедорожников, из которых вышли несколько человек. Из-за расстояния путники, конечно же, не могли видеть, как выглядели эти люди и не могли слышать, на каком языке они говорят. Но они, казалось, были в походных сверхзащитных комбинезонах. Все внедорожники, сгруппировавшись, были оставлены на вершине одного из участков холма. Группа из нескольких человек вышла и словно бы застыла на месте, напряженно всматриваясь вдаль и указывая в сторону поднимавшегося над старым домиком пожарища. Казалось, о чем-то спешно посоветовавшись, они решили не приближаться к аномальной зоне и вернувшись в свои железяки, быстро дали задний ход, решив не нарываться на непредсказуемые последствия, словно бы испугавшись какого-то вмешательства извне, изменившего их планы. В отличие от водителя черной гибридной Тойоты, сложившего по привычке свои руки на руле и ненадолго приглушившего мотор и свет фар, девушка Лиза тогда еще не знала, что это была группа именно тех самых ученых, которые направлялись для подготовки территории к началу секретного эксперимента, о которых ее предупредил в своем письме человек-великан. Но по какому-то необъяснимому подсознательному предчувствию, холодная испарина пота все же выступила на ее лице. Когда она вдруг осознала, что замешкайся не с одиноким волком и еще хотя бы на полчаса, то последствия для нее и для археолога могли бы быть самые непредсказуемые. которые так и icia